Совершенно внезапно, без объявлений и каких-нибудь громких статей, Банжи решили рассказать нам, что там с ПВП. Застали буквально врасплох. Знаю, у меня на канале вроде не так много переживающих за этот режим, но если я ошибаюсь, напишите в комментах. Однако про Горнила так давно и глухо молчат, что как только появилась хоть мизерная порция инфы, то сомнений в том, что её надо освещать на канале, не остаётся. Что в общем произошло? Джо Блэкберн, геймдиректор Destiny 2, запилил трет в Твиттере, в котором просто стал делиться деталями того, над чем студия сейчас трудится. Джо написал, что делится информацией в преддверии презентации 24 августа, и там нам стоит ждать самого интересного. Но скорее всего, мероприятие будет сфокусировано на сюжетном контенте и на ПВЕ. Поэтому, чтобы слегка снизить градус тезиса «Мёртвое ПВП», было решено пролить свет на эту часть игры вот так, небольшими заметками. Команда уже выпустила заметные изменения для Гарнила, когда ощутимо занерфала стазис способности, ну и изменила мету оружие, спихнув с трона 120-е револьверы и большую часть дробовиков. Однако, как подмечено в Твите, работа над балансом в Гарниле – это процесс, который не будет закончен никогда. Команде всегда нужно работать над тем, чтобы отслеживать мету, править исходя из неё баланс, что-то делать сильнее, что-то ослаблять. И я согласен тут с Джо. Такая подвижная и гибкая мета – это то, что способна оживлять Гарнила даже тогда, когда контента в игре и правда нет. «Мы хотим, чтобы игроки понимали, что они будут получать новые карты и режимы ежегодно, и что это станет понятным и предсказуемым механизмом», – пишет в своём твиттере Джо. Что ж, было бы неплохо и правда сформировать понимание того, когда ждать новых карт, режимов или ребаланса. Поскольку, скромно напоминаю, на данный момент прошло уже почти 700 дней с момента, когда в Destiny 2 вышла последняя новая карта Гарнила. 700 дней! Можете себе представить? А потом мы удивляемся, чего это в вашем Гарниле все такие, как собаки злые? Это всё, конечно, хорошо, но, наверное, вам хочется чего-то поконкретнее, да? Что приготовлено на 15 сезон, который начнётся через 3 недели, 24 августа, и продлится до самой Королевы Ведьмы. Во-первых, уберут трипик-систему. Это если кто не знает, когда вы с помощью переключения камеры на вид от третьего лица, чекаете противника из-за укрытия. Внесут ряд изменений в испытания Осириса, подробнее о которых скажут либо прямо на презентации 24 августа, либо, как я лично думаю, в первом твабе нового сезона, который как раз выходит в ночь перед запуском испытаний. 16 сезон, то есть тот самый сезон, который стартует одновременно с дополнением Королева Ведьма. На этот назначено возвращение двух карт, которые были удалены в прошлом году для переработки, то есть из Destiny 2. Напомню, что на каких-то картах были респауны сломаны, на каких-то можно было за границей вылезать и стрелять по ничего не подозревающим соперникам, всего было убрано 11 карт. Так что угадать, какие две карты вернутся, довольно непросто, как видите, зато очень просто предположить, что весь этот список рано или поздно вернется в игру под соусом «Мы обновляем набор карт». И насколько бы круто не было, что о гарниле вообще заговорили, но фактически получается, что на старте одного из самых важных в истории Destiny дополнений, я говорю про Королеву Ведьму, игроки все еще не получат новых карт. Это будет третий год без карт подряд. Blackburn также рассказал чуть больше о самом хранилище контента. Например, он объяснил, что из-за корневых изменений в игре, теперь все предметы требуют ручного, почти что, ну да, ручного переноса любого материала из хранилища в игру. То есть волшебной кнопки «вернуть весь контент», «вернуть все как было» у них нет. Не очень тогда мне понятна логика аргументации прошлого года, когда нам говорили, что так нам открываются новые возможности по оптимизации игры, но ладно, сейчас не об этом. Семнадцатый сезон. Вот в семнадцатом сезоне, то есть по самым оптимистичным прогнозам это примерно апрель-май следующего года, появится абсолютно новая карта в Гарнила. Новая карта, которую мы ждали к тому времени уже три года. Наверное, она будет просто невероятная, иначе никак. Наберем 2000 лайков под видео, и я обзор на карту эту сделаю, клянусь. Восемнадцатый сезон. В игре появится еще одна карта из Destiny 1. Никаких подсказок не дают, возможно еще сами не решили, что это будет, но я молю бога, чтобы это была Асайлум. Ну и теперь самая мякотка. Неизвестно точно когда, но где-то там же в следующем году вернется один из моих любимых режимов первой части. Рифт. Это по сути захват флага, где в роли флага выступал некий светящийся шарообразный артефакт, который подобно мечу нужно было забросить в кольцо на базе противника. Это можно было сделать и красиво, сальто через себя, и бахнуть слэмданк настоящий. Короче, игралось это реально ну очень весело. Так что вот этому я и правда рад. Главное, чтобы было на каких аренах играть. Намекнули и на другой режим, но пока ничего сказать точно нельзя. Возможно вернут комбайнд армс, где можно было на технике гонять некий хейлоподобный режим, но это так, вилами по воде. Так или иначе, это пока все что имеем. Небольшая затравочка на разогрев перед анонсом 24 августа, так сказать. Конечно это будет дикий эпик, не иначе, но пока сохраняем хладнокровие. Желаем игре лучшего и ждем. Пишите что думаете об этом, какие карты хотите видеть в игре из старых, а может ну их нафиг старые и хотите только новые. Давайте обсудим в комментариях. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok